Всем привет, добро пожаловать на YouTube канал Вулл Хоккей. В данном видео я подготовил обзор первого матча легендарной суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Матчи данной суперсерии вызвали огромный ажиотаж во всем мире, ведь по большому счету это были первые в истории игры, где участвовали лучшие хоккеисты планеты на тот момент, так как удалось договориться с ассоциацией игроков NHL, чтобы та дала согласие на участие в международных встречах всем лучшим профессионалам. Первый матч суперсерии состоялся 2 сентября 1972 года в Монреале. За первой игрой серии наблюдало несколько миллионов человек в Европе, более 25 миллионов канадцев и американцев и около 100 миллионов телезрителей в Советском Союзе смотрели игру у себя дома. В СССР из-за разницы по времени игру показывали только вечером 3 сентября. На встрече присутствовало правительство Канады во главе с премьер-министром. Зрители тепло приветствовали игроков сборной СССР и буря и овации встречали игроков сборной Канады. Для советских хоккеистов это было немного необычно и оказало немного подавляющее психологическое воздействие, ведь торжественная часть продлилась почти 30 минут. Уже спустя 30 секунд после начала игры канадцы открыли счет. Это сделал Фил Эспозита, слета отправив отбитую третьяком шайбу у ворота. Второй гол на седьмой минуте встречи после выигранного вбрасывания забил Пол Хендерсон. В Канаде перед суперсерией царились самые шапкозакидательские настроения. Сборную СССР не воспринимали всерьез и скорее всего канадские хоккеисты вовсе расслабились после двух быстрых забитых голов. К счастью, советские хоккеисты не сломались после такого начала встречи. Они продолжили играть в свой фирменный комбинационный хоккей и к удивлению всей Канады быстро поправили патовую ситуацию. После передач Паладьева и Якушева шайбу забросил Евгений Зимин. Как скажут канадские комментаторы после этого гола, что ни один вратарь в мире не смог бы остановить эту атаку. На 18-й минуте первого периода советские хоккеисты, играя в меньшинстве, провели молниеносную атаку и сравняли счет в матче. Сделал это Владимир Петров с передачей Бориса Михайлова. Первый период закончился со счетом 2-2. Вы видите на ваших экранах лица раздосадованных болельщиков сборной Канады, а также Бобби Ора, который явно не ожидал такого начала встреч. Канадцы вдруг осознали, что сошлись с сильным и равным соперником. Советские игроки поняли, что под внешним лоском клином хлистьев скрываются обычные люди, которые могут допускать ошибки. Так и подбадрил в перерыве своих подопечных все Влад Бобров. «Ребята, вы же видите, что можете играть с ними на равных», — говорил он. «Карлемов говорит о yhte Во втором периоде настало время Валерия Харламова. Великолепный мастер практически в одиночку организовал третий гол ворота канадцев. После передачи Мальцева он проехал через всю площадку и отправил шайбу в угол ворот Драйдена. 3-2. 3-2. И через переводчика начал давать третий курс советы, как противостоять канадским нападающим. Плант ожидал разгрома СССР и решил помочь советскому воротарю. Не знаю, помогли ли эти советы Владиславу, но в любом случае он играл просто великолепно. На 31-й минуте встречи Харламов отличным броском во второй раз поразил ворота канадцев. Советские тренера использовали небольшую хитрость перед началом суперсерии. Бобров и Кулагин просили хоккеистов на тренировках, которые посещали канадцы, создавать образ нерасторопных, неуклюжих хоккеистов. Русские нападающие на тренировки, казалось, во время броска не умеют правильно распределять весь тело. Защитники большие и неуклюжие, чуть не падали, пытаясь резко изменить направление движения, вспоминал голкипер канадцев Драйден. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В начале третьего периода сборная Канады предприняла штурм ворот 3ТК, и Кларку в одном из эпизодов удалось забить одну шайбу, сократив счет до минимума. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Канадцы пытались выключить из игры Харландер. На 54-й минуте встречи Михайлов с передачей Юрия Блинова отправил шайбу в ворота с неудобной руки, сделав счет 5-3. Спустя 57 секунд после гола Михайлова Зимин сделал счет 6-3. Как сказали канадские комментаторы, одну вещь мы точно заметили у советов. Они умеют отправлять шайбу в ворота, когда у них появляется хоть малейшая возможность. К концу матча сложилось такое ощущение, что канадцам уже было без разницы на счет, они просто старались нанести травму советским хоккеистам. В седьмом голе Александра Якушева вы можете заметить на повторе, как после передачи Владимир Шадрин получает удар в голову локтем от игрока канадской сборной. Устанем оно сразу, с локтем ворота, здесь по-другому футболу. В середине матча, когда счет был 4-2 в пользу русских, и по форуму прошел озадаченный гул. Но когда прозвучала финальная сирена, испуганный гул перешел в теплые овации советским игрокам, писала Монреальская газета. Одна из статей, которых вышла под заголовком «Вечер, когда русские навеки похоронили миф». Дик Бететт, журналист Торонской газеты, перед началом серии заявил, что съест свою статью, если русские выиграют хотя бы один матч. После поражения канадца в первом матче он приехал в отель в Торонто, где жили советские хоккеисты, и выполнил свое обещание – закусил газетой со статьей, макая ее в тарелку с бульоном. В истории советского и российского хоккея было много побед, золотых медалей и кубков. Но лично для меня есть два матча, которые я считаю величайшими в истории отечественного хоккея. Это финал Кубка Канады 1981 года и первый матч Суперсерии 1972 года, даже несмотря на то, что наша сборная проиграла по итогам всей серии. Тот матч действительно разрушил мифы о непобедимости канадских профессионалов и навсегда останется в памяти советских, а теперь и российских болельщиков. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайк, если вам понравился обзор данного матча. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok